В Госдуме предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Борис Чернышев отправил письмо Министерству строительства и ЖКХ с просьбой уточнить, существует ли такая возможность. Здравствуйте, вы смотрите «Новости верхниками». В студии работает Анастасия Гордеева и вот главные темы выпуска. Опасный сорняк в Березняках борются с борщевиком Сосновского. Какие территории обработают, расскажем сегодня в выпуске. Благодаря им в следующем году реализуется третий этап тропы здоровья. Кто помогал горожанам голосовать за объекты комфортной городской среды. Сегодня в сквере имени Решетова было непривычно много художников. Что за мероприятие организовали для увлеченных искусством? Обо всем подробно расскажем прямо сейчас. Сотрудники полиции задержали домушника, который два года вскрывал гаражи и обворовывал собственников. В изъятом арсенале сотни предметов. Колеса, дрели, велосипеды, бытовая техника. Сейчас продолжаются поиски собственников награбленного. Полицейские расследуют уголовное дело по факту краш из гаражей. Преступники с 2020 по 2022 годы подбирали ключи, вскрывали постройки и уносили все, что попадалось на глаза. Подозреваемый задержан, у него изъяты автомобильные колеса, велосипеды, строительное оборудование, автомойка, триммеры, генераторы, телевизор. Внимательно всмотритесь в эти вещи, возможно, они ваши. Узнали свое имущество? Звоните по телефону, указанному на экране. Вас ждут в отделе МВД России по Березняковскому городскому округу на пятилетке 13 в кабинете 39. Зеленый враг. В городе и его окрестностях началась активная борьба с борщевиком Сосновского. Уничтожение опасного сорняка идет двумя способами. Кошением и с помощью химической обработки. Как проходит работа и куда пожаловаться на опасное растение, расскажет Сергей Калиник. Сегодня в поселке Железнодорожный разносится вой триммеров. Три человека с самого утра и до позднего вечера косит борщевик. Вторая бригада трудится в другом месте. Всего за неделю силами индивидуального предпринимателя Егора Чеснокова было пройдено 15 гектаров. Пыскар, Кондос, Лысьватаман. По контракту остается неделя и первый этап будет завершен. Впереди еще два этапа. Их выполнят в течение лета. На днях начнется химическая обработка. Гарантия на работу два года. Борщевик Сосновского провоцирует сильнейшие ожоги на коже из-за наличия в его соке особых веществ, которые повышают чувствительность к солнечному свету. Поэтому прикасаться к борщевику крайне опасно. Ожоги могут быть такой силы, вплоть до летального исхода. Страшный сорняк, захвативший огромные угодья, появился как надежда советского сельского хозяйства. Быстро растущий корм для коров, но молоко получилось горьким. От него сразу отказались, но сорник разрастается с огромной скоростью, убивая другие растения. Сорное растение очень агрессивное и даже с применением химикатов от него избавиться сложно, потому что то, что обработали химией, это оно погибло. При этом семена в земле могут сохраняться до 10 лет. Поэтому в землю химикат может и не проникнуть. Это вполне себе понятная и такая правильная история, что есть на химию гарантия. Во дворах борщевик должны косить управляющие компании или ТСЖ. Вдоль городских дорог спецавтохозяйство. Если вы знаете, где растет борщевик, стоит сообщить об этом в управление благоустройства. Можно написать письмо с указанием места произрастания или же позвонить по телефону. Заявки принимаются и на портале «Управляем вместе» в разделе «Борщевик». Ситуация не запущена. Вот последние два-три года, то есть ситуация, она меняется. Производится опрыскивание, производится кошение. То есть ситуация выравнивается и становится его все равно меньше. Это помогает действительно. Сергей Каленик, Сергей Александров. Новости Верхникаме. В Березняках вновь состояло заседание круглого стола экологической трибуны. Традиционно в мероприятии принимают участие экологи, представители градообразующих предприятий и администрации города. На повестке дня – знакомство с практиками компании, обзор новшеств, подведение итогов экологических конкурсов. Плюсом в этот раз участники посетили третье рудоуправление компании «Уралкалий» и лично оценили новые технологии. Евгений Казанцев продолжит. Сегодня благодарим ПАУ «Уралкалий» за предоставленную возможность приведения экологической трибуны в корпоративном музее «Уралкалия». Участники мероприятия активно занимаются экологическим просвещением населения и финансовой поддержкой экологических инициатив. Для этого администрация провела конкурс грантов. В этом году поддержку оказали градообразующие предприятия. На заседании объявили победители. Среди них КДЦ, Березняковский музей имени Коновалова, в том числе и седьмая библиотека с инициативой школы юного экофермера. В ее рамках читатели будут заниматься посадкой цветов и изучением рассад. Спонсорскую помощь оказывает в том числе и компания «Уралкалий». Совокупный размер гранта составил 1 миллион 195 тысяч 126 рублей. Далее промышленники поделились своим опытом по охране окружающей среды. «Уралкалий» – один из крупнейших производителей калия в мире. В Березняках и Соликамске насчитывается пять рудников и семь фабрик. Предприятие идет в ногу со временем. Это доказывает и практика из G-стратегии компании. В области экологии компания достигла успехов. Ежегодно колейщики выпускают мальков в воду, осуществляют гидрозакладку. За прошлый год отходов в шахту ушло больше, чем получили при производстве хлористого калия. К слову, в области минимизации выбросов вредных газов «Уралкалий» тоже ведет серьезную работу. Планируется снижение выбросов диоксида серы в атмосферный воздух на 25%. Все благодаря переходу с мазутного топлива на попутный газ. «Результаты нас удивили. В своем сегменте у нас минимальный углеродный след. Причем каждая продукция, все три виды продукции оценены отдельно. И у нас минимальный след по данному виду удобрений в мире». Сегодня участники «Экотрибуны» получили возможность не только услышать об этом, но и увидеть. На фабрике БКПРУ-3 состоялась экскурсия, где подробно рассказали об эффективности и экологическом влиянии новых печей. Мазут как топливо устарел, да и влияет на атмосферу отрицательно. На третьем рудоуправлении активно занимаются замены печей, которые в качестве топлива потребляют не мазут, а попутный нефтяной газ. «Руда с Устьяевинского рудника в объеме 11 миллион будет перерабатываться здесь на поверхностном комплексе. И замена печей решает не только вопрос перехода с мазута на нефтяной попутный газ, но и решает вопрос по увеличению мощности поверхностного комплекса». Участники посмотрели технологию производства хлористого калия флотационным способом от и до. Побывали на фабрике в отделении обогащения сушильным отделением. Завершилось выездное заседание на складе готовой продукции. впечатляют объемы не только с точки зрения производства, но и экологии. Елена Силакова, Евгений Казанцев, Сергей Александров. Новости Верхнекамье. В Пермском крае стартовал конкурс проектов «Дети решают», а в Краевой больнице имени Вагнера открыли амбулаторное отделение по восстановлению пациентов. Обо всем подробно расскажет Елена Силакова в рубрике «Новости коротко». В Пермском крае стартовал ежегодный региональный конкурс «Дети решают». Победителям выделят гранты 200 тысяч рублей на реализацию проекта. По словам регионального министра образования Раисы Кассиной, важно вовлекать школьников в решение вопросов местного значения. В этом году денежную выплату смогут получить 10 авторов в пяти направлениях. Патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, туризм, инициативы творческой молодежи, ученические инициативы и молодежные медиа. Заявки принимаются до 10 июля. В Усолье-Строгановском в эти выходные запланировано необычное мероприятие, конкурс «Битого салонов». Он направлен на повышение квалификации бьюти-мастеров. Организаторами мероприятия выступают Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства и Березняковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства. Всех желающих приглашают 11 июня в 12 часов. Также будет и голосование за приз зрительских симпатий. В Крайовой больнице имени Вагнера открыли амбулаторное отделение третьего этапа комплекса реабилитационной помощи. Оно было организовано на базе отделения восстановительного лечения. За время работы у специалистов накопился опыт в различных методиках, в том числе массажи, мануальной терапии, лечебной физкультуры и иглотерапии. С перепрофилированием отделения расширился спектр назначений по лечебной физкультуре. Пациенты будут получать помощь в рамках дневного стационара. Новости коротко подготовила Елена Силакова. Жители Березняков в ближайшем будущем смогут увидеть обновленную тропу здоровья. Она собрала больше всего голосов в проекте формирования комфортной городской среды. А благодаря кому, почти четверть горожан приняла активное участие в голосовании, уже знает Евгений Шаров. В течение полутора месяцев более 30 тысяч березняковцев стали участниками голосования. Большинство выбрали проект «Тропа здоровья». Формирование комфортной городской среды – именно так называется федеральный проект, благодаря которому все жители Березняков могут развивать город и делать его лучше. 30 тысяч участников, около четверти всего населения города, приняли активное участие в голосовании не без помощи волонтеров. Активисты провели огромную работу по вовлечению жителей в голосование. Ими оказались более 300 добровольцев разных возрастов и профессии. А сегодня в администрации города отмечались лучшие. Глава города Алексей Казаченко лично вручал благодарственные письма и подарки самым активным волонтерам. Среди них оказалась и Юлия Власова, заместитель директора по воспитательной работе первой школы. Благодаря ее активному вовлечению в голосовании участвовали и дети с седьмого по девятые классы. Юлия голосовала за тропу здоровья, радуется тому, что именно этот объект победил. А Марина Морозова, учитель английского языка в восьмой школе, отдала свой голос за сквер победы в Усолье. Но победе тропы здоровья также рада. Я считаю, что мы с Усольем большая семья и обижаться на результаты не нужно. Я думаю, что в будущем никого не обидят и объекты будут благоустроены во всех территориях, просто в порядке очереди. Марина, как и все волонтеры, внесли большой вклад в развитие нашего города. Ведь вовлечение в голосование – это первый и самый важный этап благоустройства. Ждем новые голосования, которые помогут сделать наш город еще привлекательней. Евгений Шаров, Сергей Александров. Новости Верхникамья. В одной из губахинских больниц детей кормили просрочкой, что вызвало недовольство родителей. А в Горнозаводске начнутся долгожданные ремонты. Об этом и о других новостях подробно в нашей постоянной рубрике «Верхникамья» сегодня. Привет, Верхникамья. Начну, как всегда, с самых актуальных новостей. Прокуратура выявила нарушение в одной из губахинских больниц. Родители в социальной сети сообщили о плохом качестве молочных смесей. В ходе проверки выявили, что молочные смеси выдавались в тот момент, когда до истечения их срока годности оставалось всего несколько дней. По результатам проверки в адрес главврача было внесено представление о необходимости устранить нарушение. Рассмотрение представления и его исполнение находится на контроле прокуратуры. В Горнозаводске с прошлой недели стартовали долгожданные ремонты по ряду объектов. Один из них – Центр занятости населения. Единый кадровый центр, именно так будет называться Центр занятости населения, станет частью большого федерального проекта по модернизации, реализуемого при поддержке краевых властей. Как сообщает глава города Вадим Лумпов, запланированы изменения как внешнего вида офиса, так и идейного его наполнения. Кроме очевидного ремонта и использования новых технологий, работа сотрудников центра будет направлена на индивидуальный подход к решению вопросов трудоустройства. Осенью на экраны выйдет фильм, сцены которого снимали в Губахинском округе. В основу сценария легла русская народная сказка, а фильм называется «По щучьему велению». Премьера запланирована на 26 октября. Главный герой по имени Эмеля случайно вытаскивает из реки волшебную щучку, которая готова исполнить три его желания. Эмеля влюбляется в царевну Анфису, но она требует исполнить несколько заданий. Помогать влюбленному взяла щучка, превратившись в девушку Василису. Локациями для съемок стали Кунгурская ледяная пещера, природные достопримечательности Губахинского округа, река Усьва, Каменный город и Шумихинские скалы. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Евгений Шаров и Сергей Александров. Согласно недавним данным, 62% опрошенных ведут учет своих расходов, а 20% из них записывают каждую покупку. Практически не следит за расходами каждый десятый россиянин. Согласно опросу, люди чаще всего экономят на развлечениях и одежде. А как обстоит вопрос с введением финансов у жителей нашего города, узнаем прямо сейчас. На развлечениях? Отказать себе в рыбалке? В музыке? Не могу. На еде, да. На проезде, например, лишний раз пешком пройтись. Я бы смогла отказаться от похода в кино. На развлечениях, наверное, на всяких. На чем еще? Жить-то надо. А учет доходов ведете? Нет, если честно, не веду. Ну, то есть, допустим, вы привыкли рассчитывать свой доход заранее? Ну, обычно, да. Ну, вот и я получила пенсию. Я сразу та коммунальность стокота, на лекарства стокота, там на бытовую химию стокота, все. А и что останется? На питание. Может быть, какой-то учет расходов ведете? Обязательно. Кварплату веду. Насколько на питание? Ну, и прочее. На всем. Так как я пенсионер, поэтому мы экономим на всем. На продуктах, на одежде, на обуви. Абсолютно на всем. Перед тем, как у меня возникает трудная ситуация перед стипендией или перед заработной платой, ну, прежде всего, экономлю на развлечения каких-нибудь, не знаю, пытаюсь забросить вредные привычки на какое-то время. Либо же, ну, попросту никуда не хожу. Дворец детского и юношеского творчества предоставил детям возможность проявить себя. На протяжении дня ребята могли принять участие в открытом Блицпленере, задачей которого стала поддержка талантливых детей и взрослых в области изобразительного искусства. Как прошла встреча в сквере имени Решетова, расскажет Ксения Ефремова. Сегодня молодые и талантливые художники со всего города собрались в сквере имени Решетова, чтобы поучаствовать в конкурсе «Я счастлив, что живу в Березняках». Елизавета Калинина выбрала карандаш. Легкими штрихами на холсте вырисовывается изображение березняковского поэта Алексея Решетова. Почему решила откликнуться, принять участие? Ну, это интересно. Больше узнаешь свой город, ловишь какие-то интересные моменты. А что тебя привлекает в творчестве, конкретно в рисовании? Разнообразие техники, смотреть, как это происходит, выставки всякие. Организатор конкурса Анна Углицких рассказала, что данное мероприятие проводится уже в седьмой раз на протяжении трех лет. На трех разных площадках города – на площади Решетова, площади первостроителей и на аллее строителей. В соревновании смогли принять участие юные дарования в возрасте от 7 до 15 лет. «Здесь, конечно, в основном находятся площадки, то есть это летние оздоровительные смены в дополнительном образовании, в общеобразовательных школах. Но так как приглашение было для всех желающих, здесь есть и люди, которые просто находятся дома, соскучились и хотят порисовать». По окончании занятий в изо-студии учащиеся выполняют проект творческой работы. Три площадки, три месяца проекта. После того, как все художники изобразят на холсте свое видение, организаторы выберут лучшие работы, которые потом представят на выставке. Ксения Ефремова, Сергей Александров. Новости Верхникамья. Рабочая неделя завершилась. Пришло время выбрать себе занятия на выходные. Тем более, что отдыхать страна в этот раз будет три дня, так как в понедельник День России. Евгений Казанцев подготовил сводку мероприятий для всей семьи. Выходных дней больше, соответственно, и мест отдыха можно найти больше. Все просто как два плюс два. Первое, куда порекомендую сходить – Березняковский драматический театр. Не так давно отгремела премьера спектакля «Женитьба», которая стала завершающей 87-й театральный сезон. 10 июня в 18.00 артисты готовы вновь показать бытовую комедию. Билетов осталось всего ничего. Успевайте. Не соскучатся выходные и юные любители театра. Труппа драматического театра «Бенефис» подготовила два спектакля. «Винни-Пух» и «Все-все-все» покажут в субботу. А день рождения Кота Леопольда в воскресенье начнутся представления в 12.00. Цена билета за каждый спектакль – 170 рублей. Доступна по пушкинской карте. А в Березняковском историках художественного музея Мини Коновалова уже сегодня открывается новая выставка в рамках просветительского проекта «Родня продолжения». На сей раз любителям прекрасного представят картины Геннадия Шварева. Вы познакомитесь не только с графическими работами, но и с мировоззрением автора. А 10 и 11 июня для юных посетителей проведут мероприятие «Играй, узнавай Пермский край». Это настольная игра о достопримечательностях, народах и полезных ископаемых при камье. Начало в 2 часа – вход по билетам. К спортивному досугу уже завтра состоится мероприятие в поддержку Единого дня велопарадов России. Принять участие может любой желающий, тем более, что памятные призы получат все. Помимо этого, самых оригинальных оценят в пяти номинациях. «Леди на велосипеде», «Самый оригинальный велосипед», «Самый оригинальный участник», «Семейный тандем» и «Самый возрастной участник». Начало в 11.00 у входа на городской стадион спортивной школы «Барс». Переходим к 12 июня-понедельник. В городском парке покажут большую праздничную программу «День России». Мероприятие запланировано с 2 до 5 в музее «Усадьба Голицына». В этот день можно посетить выставку пряничного мастерства. Вход по билетам доступно и по Пушкинской карте. Там же будет проходить акция на День народная на День России и мероприятие на территории Усолья Строгановского. Пятый открытый фестиваль конкурса поэзии и авторской песни «Прикамские зори». Гостей фестиваля ждет насыщенная литературно-музыкальная программа в историческом Усолье. Не соскучатся и жители отдаленных территорий. В Романово, например, будет работать виртуальный концертный зал, посвященный Дню России. Место встречи – Романовский дом культуры, вход свободный. Праздничные программы ко Дню России пройдут и в Орле, Железнодорожном, Пыскаре и Шемейном. Афишу на выходные подготовили Евгений Казанцев и Сергей Александров. Делайте новости вместе с нами, снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 26 28 17. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на доставку еды. Вы смотрели главные новости Верхникамья. Далее вас ждет прогноз погоды, а я же с вами прощаюсь. В студии работала Анастасия Гордеева. Всего доброго и хороших выходных. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березники, улица Ленина, 47, офис 243. В субботу 10 июня в Березниках прогнозируется переменная облачность. Утром дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15 градусов. В Соликамске облачность с прояснениями и плюс 15, в Александровске также плюс 15 градусов. В Губахе – 15 градусов и небольшой дождь, и в Кизеле – пасмурно, 15 градусов со знаком «плюс». 10 июня ветер западный – 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Печать и штампы не проблема, если знаешь, где достать. Станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243.